Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Интернет-портал радиоцентра Сангейтс продолжает свои программы. И сегодня, как всегда по средам в это время, у нас на связи Россия и Таролог, известный в России, руководитель школы Русской школы Таро Сергей Савченко. Сергей, рад вас видеть на экране своего монитора и слышать в эфире. Какое-то время мы не общались, За этот период накопилось много вопросов и у меня, и здесь сегодня в студии присутствует Holistic Health Coach, специалист по вопросам здоровья и правильного питания Рита Борт. Ну и она будет тоже, возможно, спрашивать какие-то вопросы, если у нее есть. Рита? Добрый день, дорогие вечеры, дорогие друзья! И Сергей, на самом деле вопросы есть всегда. Разрешат ли мне их задать, это уже другой вопрос. Майкопам, профессор, и вот по какому вопросу. Да, ну, разрешим, разрешим. Я не знаю, кто должен разрешать, у нас свобода слова. Высшие силы! Высшие силы нам разрешают, да, но мы готовы, мы готовы следовать. Вот совсем недавно я узнал, оказывается, в России, я не знаю, как в других странах, уже стали принимать детей опять обратно в пионеры. Они уже носят галстуки, вот Рита смотрит на меня, как на чудо, на какое-то. Я тоже этого не знал. А все идет по кругу, да, понимаете, возвращается, так сказать. Ну, на самом деле оно никогда не отменялось. Тут в Америке у нас есть Girl Scouts, то, что называется, и Boy Scouts. То есть они носят галстуки, и ничего в этом удивительного нет. Да. Но, может быть, они не красные, они разного цвета. А вот, да, есть прием пионера на Красной площади. Торжественный прием. Зюганов, депутаты Госдумы. Обалдеть. Ой, вот как интересно. Ну, ладно. Ну, я полагаю, что с помощью Торо это можно было, конечно, предсказать. Но такие вопросы вряд ли кто-то задавал, я так полагаю. Да. Ну, сегодня мы будем говорить в связи с пионерами только потому, что мы готовы. Мы готовы, так сказать, да, вот, задавать вопросы, а Сергей готов нам на них отвечать. Сергей, к вам вот такой первый вопрос. Скажите, как сегодня, особенно это очень модно, или, не знаю, или так было всегда, сегодня об этом людист получает информацию. То есть к какому-то событию, как, понятно, надо всегда готовиться. И вот начинается рабочий день, и мы готовимся к новому рабочему дню. Вот открываем глаза, благодарим там Всевышнего, кто чего там благодарит. Лежащего рядом или лежащую рядом, там, партнер, там, кто там. Вот, мы благодарим всех. А потом начинается работа. Ну, ваша работа заключается в, так сказать, в написании курсов по Торо. А, ну... Не работа... Да. Написание курсов, написание статей. Написание курсов, статей. Ну, и в интернете я получаю рассылки. Мне очень нравится. Одна из немногих, так сказать, компаний. Ваша, это даже не комплимент, это вот реальность. Потому что получаешь неимоверное количество информации, которая идет и в спам, и куда угодно. Но в данном случае, в данном случае, это настолько ненавязчиво, это настолько интересно, что действительно, у меня даже рука не поднимается отправить спам какой-то, даже то, чего мне, как бы, может быть и неинтересно. А, скажите, как начинается ритуал, если он есть у вас, какой-то ритуал подготовки к рабочему, вашему рабочему дню? Ну, конечно, конечно. Во-первых, я кормлю своего медведя, выпиваю бутылку водки, играю на баяне, на гармошке, точнее, гимн божественной охране. Ну, две мелодии, они смешанные. И после этого начинаю работать с твером. Понятно. Это очень такой ритуал, он идет... Серьезный. Серьезный ритуал, он, да, он идет, так сказать, с незапамятных времен, именно так это делалось, да, в старину. Теперь все, так как, забытое, это... Если говорить серьезно, я долгое время думал, что все люди такие же, как и я. Я обладаю таким свойством, я просыпаюсь, когда открываю глаза, и я в этот же момент готов к подвигам. То есть, я соображаю, я двигаю, ну, то есть, все, я уже проснулся. Потом я совершенно случайно узнаю, что мой брат совсем не такой, как я. Когда он просыпается, у него проходит 30-40 минут, пока он уже встал, начинает соображать. И вот он ходит, ты можешь с ним говорить, можешь ему что-то там рассказывать, и не помнить ничего вообще, пока вот это время не пройдет, пока он не придет в себя. Поэтому у меня нет никаких специальных ритуалов, я открываю глаза, я в этот же момент помню, ну, то есть, уже готов ко всем работам, которые я должен сделать. Ну, ритуал, в общем-то, вечером начинается, когда ты составляешь план на завтра, что завтра или там, что в течение недели надо сделать, какие задачи первоочередные, второочередные и так далее. Ну, я имею в виду под ритуалом, вот, допустим, у Риты, я видел, у нее на столе, на ее, так сказать, деске рабочем лежит такой календарь. И в этом, на этом календаре, типа, отрывной календаре, и там своего рода какая-то, это называется, affirmations называют, affirmations, quote, аффирмация по-русски, quotes of the day, это имеется в виду какой-то вот такой вот слоган, сегодня, скажем, среда, какого, 8 июня, и вот сегодня, вот день такой, 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 такой. А у вас такого нет? Нет? Лежит аффирмация, я должен был написать сегодня, перезаписать видео, у меня там не получилось видео, я перезаписал, я должен был написать кусок статьи, я написал, я должен был провести аркан, у меня провел, у меня есть вечером радио Чикаго, я в радио Чикаго. То есть, у вас есть ритуал, вы смотрите календарь, где написаны те события, которые вам надо сделать, понятно. Потому что, вы знаете, вот, опять же, если говорить о таро и различных, сегодня новомодных, я не знаю, может это старомодные, какие-то и колоды, и какие-то ритуалы, какие-то карты, ну вот есть люди, которые начинают свой рабочий день, гадательный, можно сказать, такой день, они зажигают свечу, там что-то такое, проносят какие-то заклинания, у вас нет такого, да? Когда я начинал изучать таро, я делал расклад на день, вот я его разложил, я его не убирал, можно было себе это позволить, чтобы оставить его просто. Вот я разложил его, оставил на столе, вечером я садился и смотрел, какие события у меня были и как эти события могут быть отражены в раскладе, который я сделал. То есть, я его не читал наперед, для того, чтобы не привязывать себя, не создавать, что вот там, ну, выпали плохие карты, ты уже сидишь весь день, ждешь неприятности. Ну, это было в процессе обучения. Сейчас у меня такого нету, то есть, нормально. Ну, никаких элементов эзотерических нет по поводу ритуала. Ну, я знаю людей, которым это надо. Тут, вот, вы знаете, я недавно прочитал книгу, связанную с развитием интуиции. Но там не столько интуиции, там, конечно, было больше об эзотерике. И там описывались разные типы интуитов или эзотериков. Вот я отношусь к ментальному типу, у меня все идет через разум, через слово. А есть люди, вот, они там были названы как-то странно, но я так думаю, что это киноэстетики. Вот он берет какой-то предмет в руки, и у него идут видения, и он, значит, описывает. Ну, допустим, я бы взял вашу лисюльку, которая у вас висит, да, и стал бы рассказывать, кто вы такой, какой у вас там характер, что с вами было, там, и так далее. Есть спириты, которые чувствуют умерших людей или, там, из других поколений людей, и так далее. И у них у всех есть свои какие-то особенности. Вот для ментальщиков, как я понимаю, вот эти все ритуалы, они второстепенные, они не важны, не принципиальны. А для других это важно. Это как элемент своей настройки. Вот я знаю вот людей, которые гадают, да, и вот он обязательно должен расстрелить скатерть, он должен зажечь свечу, он должен зажечь палочку-вонялочку. Для него это как, ну, как своеобразные костыли, которые помогают ему собраться, настроиться, перейти в это специальное состояние, создать настроение внутри себя. Все, и тогда он спокойненько работает. Ну, мне не надо. А может быть, это относится к тому, что вот как-то происходит связь с какими-то другими мирами, с высшими силами, может быть, это больше настройка на какие-то потусторонние силы? Я все это сделаю здесь. Я, вот я уже как-то говорил, может быть, вы забыли, конечно, зачем вам это помнить. Я полгода, с января месяца работал над тем, чтобы создать технологию гадания. Я не забыл, это мой вопрос на закуску. Ага, ну вот я создал эту технологию гадания, я ее описал полностью, все свои ментальные процессы, которые у меня проходят в процессе гадания. Как я эмоционально отстраняюсь, как я подстраиваюсь к клиенту, как я обрабатываю запрос, как я тасую карты, почему я вынимаю эту карту, а не эту карту. Почему я считаю необходимым уточнить вопрос клиента, как у меня происходит проекция, как я, вот у карты там 8 значений, но вы уже в курсе, что у них там много значений. Почему я выбираю это значение и игнорирую это значение. И 6 месяцев работы, ну 5. В январе мы начали, и буквально вчера мы поставили точку, и уже я начал это тестировать на людях, то есть рассказывать им, и они присылают мне отчеты. Первые отчеты позитивные, что да, это им помогает, у них качество гадания улучшается. Вот, точность ответов повышается, то есть фактически это такая своеобразная революция второго получилась. То есть у нас есть, это уже не некое искусство, которое непонятно как артефакт, это технология. Я могу вас этому обучить, так как вот я вас могу обучить водить машину или делать яичницу, вот точно так же я могу вас научить теперь вынимать карты, выбирать значения, формировать ответ на вопрос. Сергей, скажите, я извиняюсь, а вот вы думаете, эти технологии, они подойдут всем или найдутся какие-то люди, которым... Нет, конечно, конечно найдутся, которым это не подойдет, безусловно. Это как, вот есть разные способы вас учить, да, один способ вывести на середину реки, бросить, и вы должны поплыть. И вот вы поплыли, хорошо, не поплыли, утонули, ну, значит не получилось, ну, хорошо. Я учился плавать, я не умел плавать очень долго, ну, как не умел, я держался на воде, там, как собачка барахтался. У меня вдруг выяснилось, что мой товарищ хороший, серебряный призер Украины по подводному плаванию. То есть вот как-то никогда не приходилось к слову это выяснить. Я к нему прихожу, говорю, ну, ты гад, ты должен меня научить. И он так, ну, проплыли, я поплыву, как мог. Он говорит, на третьей тренировке ты у меня поплывешь. И вот мне объясняют, 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 а я не понимаю, как. Вот у меня неправильно идут эти движения, все. В конце концов он говорит, так, все, и сейчас ты все поймешь. Он берет пацана, пацан прыгает в воду, начинает плыть, я ныряю и снизу смотрю, как он плывет. И бац, у меня все, картинка сложилась. Вот здесь то же самое. То есть проблема не в том, что это подходит или не подходит. Проблема в том, могу я, как преподаватель, найти ту методику, которая подойдет лично вам, чтобы вас этому обучить. Сегодня я сделал в этом направлении только первый шаг. То есть я создал пока самую первую методику. Точнее я описал свою собственную. То есть у нас сейчас идет обучение по принципу, делай как я. Или вот если говорить по-английски, monkey see, monkey do. Обезьянка смотрит, обезьянка делает. Но дальше-то этот метод будет совершенствоваться, безусловно. И я думаю, что любого можно этому обучить. Есть люди, которые принципиально не способны. Знаете, вот я забыл название этой особенности, так скажем. Когда человек не умеет писать. Агата Кристи, она не могла писать. Она диктовала свои романы. Нормально. Но ты все равно, то есть если тебе есть что сказать, как той же Агате Кристи, ты найдешь способ перенести свои слова на бумагу. И не можешь сам. Найдешь кого-то, кто будет это делать. Сергей, скажите, существует много действительно методик по гаданию на Таро. Существует много колод Таро. Вы считаете, или вы так предполагаете, что ваша технология подойдет, независимо от того, как кто к этому относится, подойдет именно во всех направлениях? Или это только конкретно в ваших направлениях? Это не универсально. Это абсолютно универсальная технология. Абсолютно универсальный метод. Неважно, с чем ты работаешь. Я думаю, что он одинаково подойдет. И кроме... То есть во все, где у нас идет запрос, расклад, неважно, что ты там раскладывал, и дзин, еще там что-нибудь, выбор значения, интерпретация ответа. То есть это, ну, некая универсалья. Я так думаю. Но реально, я просто убежден в этом, что это некий революционный шаг был сделан. Удивительно другое. То есть, что меня больше всего поражает в этой ситуации. Пять месяцев работы. Серьезнейший вопрос вообще. Семь страниц текста получилось. Причем не сплошной текст, а вот пункты просто. Первое, второе, третье, первое, второе. Семь страниц. Удивительно вообще думать. Там труд будет на две книги. Нет, все равно. Фундаментальный. Так в этом же вся и прелесть, что это, значит, это просто. А если это просто, то это усваиваемо всем. Мей. Ну, так и есть. Усвояемость, легкость в усвояемости. Сергей, у меня к вам вот такой вопрос. Существует, вот Рита очень любит такие карты, они называются «Ангельские карты». И у нас есть известная дама, которая этим занимается. Ее зовут Дарин Верчи. Да, да, да. Вот. И я видал и в продаже, в общем, много ангельских карт разных-разных. Там есть и итальянка какая-то, я не помню ее фамилию, она тоже, правда, этим занимается. Но вот Дарин Верчи, она так считается более так, что ли, признанным специалистом. И вот люди, которые следуют этой методике, Рита, вот, к примеру, да, они делают какой-то ритуал, вот, настраиваются, вот это то, с чего я начинал. То есть берется, вытягивается какая-то карта с этой колоды, а там ангел, поскольку карты ангельские, и входятся в контакт с этим, ну, практически как с Арканом, да, входятся в контакт с этим ангелом, вот тот, который специалист. И потом, вот, все это происходит. Вот как вы к этому относитесь? Хорошо. У меня же есть ангел-хранитель, да, я с ними много работаю, и со своими, и с чужими, потому что там всякие бывают казусы с ангелами. Вот, есть у человека ангел-хранитель, он его хранил там много лет, все было хорошо, чудесно. А потом, значит, бабушка ангела просто говорит, слышишь, внучок, ты приедь ко мне, мне там надо сажать свою картошечку, там помидорки убирать, что-нибудь такое делал, ну, сегодня вопрос отпросился, и вот человек надеется на своего ангела. Тут раз, беда, одна, вторая, третья, он камнил, что такое? А там стоит, вы знаете, я из ПТУ, я первокурсик, меня только назначили на практику, я ничего не умею, вы уж там сами как-нибудь. Просто ужас какой-то. Ужасная ситуация. Ну, в общем-то, опять же, технология, что ли, гадания на картах, обычных картах, там, райдер-авейт, там, допустим, они одинаковые? Я не работаю ни с какими оракулами, другими, именно карточными, я работаю только с картами Таро, и чуть-чуть с рунами и Идзин. Вот я с рунами и Идзин не вижу никакой принципиальной разницы. Сейчас я себе поставил задачу, я отобрал несколько других оракулов, это карта Ленорман, оракула Мадам Эндоры, два друидских оракула, животных и растений. И я попробую на них, как это будет работать на них. И там есть нюансы в процессе изучения этого дела и в процессе работы с ним, насколько это важно там. Ну, то есть, что важно, что не важно, что можно отбросить, что можно усовершенствовать. Ну, посмотрим, что из этого получится. Ну, опять вот, я все это ментально делаю. То есть, мне не нужны какие-то специальные штуки, там, вытягивать карту этого ангела или там зажигать свечу. У меня это все происходит здесь, в голове. Я просто понимаю. Я раньше думал, что все остальные, они просто притворяются, что не могут это сделать, потому что это же, ну, далеко и очевидно. До тех пор, пока я не прочитал эту книгу, я не понял, что есть разные типы, там, экстрансенсорного восприятия, вот, допустим, ментальные и физические. Физические для него важны предметы вот эти вот. А есть эмоциональные люди, эмоциональные интуиты, которые видят эмоции, но им очень тяжело передать информацию. То есть, я чувствую, как вы себя чувствуете, но я не могу понять, о чем вы думаете в этот момент, например. Вот в картах такое тоже часто бывает, кстати. Когда ты не можешь понять событие, какое будет происходить, не можешь назвать, что будет вам. Там, ты пойдешь туда, или ты пойдешь сюда, или еще что-нибудь. Но ты будешь чувствовать себя хорошо, ты будешь чувствовать себя плохо. Тебе это понравится, тебе это не понравится. Вот такой есть момент. Мы с вами в одной из программ говорили, я вам задавал, кстати, вопрос по поводу карт Ленорман, мадам Ленорман. И вы говорили, вам это не надо, так сказать, вот у вас есть то, что у вас есть, ваш самый главный инструмент. Скажите, вот, допустим, вам кто-то задает вопрос, ваш клиент, и надо трактовать какую-то ситуацию. Вы делаете расклад, смотрите, непонятная ситуация. Вы берете дополнительно три карты. Ну, одну карту, две. Если у меня непонятная ситуация будет, я ему задам уточняющие вопросы. Нет, ну, бывает о том, что я вам задавал вопросы, и вы брали, я сейчас возьму еще одну карту, дополнительные карты. Я хотел у вас спросить вот что. Может быть, есть смысл, опять же, есть же люди, которые занимаются, ну, скажем, вот опять же, картами Ленорман. А почему бы, допустим, не взять вместо дополнительных карт? Взять еще вот колоду Ленормана и попробовать там ту же самую ситуацию. Как раз вот с оракулами, я как раз хочу это попробовать. Во-первых, я хочу сделать именно, я знаю, что есть люди, которые работают, делают расклад сразу на нескольких колодах. И есть люди, которые делают расклады на разных колодах. То есть, и на второй, и на оракулах, и на Ленорман, и еще там какие-то привлекают. Я хочу попробовать, как это будет работать у меня. То есть, вот в том числе, я буду изучать Ленорман и другие оракулы, как раз вот еще для того, чтобы создать вот такую методику. Для того, чтобы показать. Ну, вот даже самый простой вариант, да? Я делал годовой расклад. 12 месяцев. Вот я сделал, допустим, вынул какую-то карту, она выпала на январь. То есть, во всех остальных месяцах она уже не выпадет. Но я же могу по-другому сделать, да? Я могу вынул, там, три карты на январь, записал их, положил их снова в колоду, перетасовал, снова вынул. И может быть так, что одна карта, там, три-четыре месяца, вот она в каждом из этих месяцев присутствует. Но я могу сделать по-другому. Я могу просто взять другую колоду и выложить рядом. Взять третью колоду и выложить рядом. И посмотреть, влияет ли характер колоды на то, что будет выпадать. Есть ли там какие-то нюансы? Имеет ли это значение, какую колоду я взял? Взял ли я эротическую колоду или сказочную колоду, или еще там какую-нибудь темную колоду взял? Или это не имеет никакого принципиального значения? Есть разные идеи по этому поводу, как это работает. Я, кстати, проводил эксперимент. Я давал тарологам, известным, ну, как известным, известным мне, известным, что они хорошо работают. Я давал им вопросы и просил, чтобы они сделали это на определенных колодах расклада. Вот они стали делать. Четкий вывод. Несмотря на то, что очень много написано, что каждая колода имеет свой характер, что эта колода там для того, эта колода для того, реально гадает таролог. Реально нет разницы, на какой колоде он гадает. То есть, если ты умеешь гадать, ты на любой колоде найдешь ответ. А если ты не умеешь гадать, тебе какую колоду не дай, результат будет равен нулю просто. Без разницы. И вот интересно посмотреть, как это будет проявляться, как это вот описать на уровне технологического процесса, на уровне методики. Меня вообще привлекает именно создание методических материалов, учебных материалов, чтобы любой человек мог этому научиться, чтобы это не было какое-то там умение, такое вот там пишет, что если у вас нет там врожденных способностей, то можете карты в руки даже не брать. Ну, это полная ерунда, я считаю. Полная. Потому что тебя можно научить. Другое дело, уровень, на который ты выйдешь. Но научить-то любого можно, в принципе. Кто-то становится гонщиком Формулы-1, а кто-то прекрасно доезжает до магазина и обратно, и ему этого более чем хватает. А почему бы тогда в таком случае не те люди, которые к вам приходят на занятия, в школу, их не тестировать именно таким образом? Вот приходит человек, и ты вздрешься и смотришь. У меня просто интересно для себя. Курс Ростарт, Михаил. Каждый месяц начинается курс Ростарт. Приходит 30, 40, 50 человек. Все его сдают. Все. Вот сейчас идет седьмой или восьмой поток, этого курса. В этой версии. То есть, они были и до этого, эти курсы. Вот в этой версии идет седьмой или восьмой поток. Один единственный человек написал, у меня ничего не получается. И когда мы стали разбираться, так выяснилось, что ни черта не делал просто. Вот и все. Вся проблема. Проблема не в том, что у тебя нет способностей или еще чего-нибудь. Проблема в том, что ты приложил усилия, у тебя получился результат. Сидишь вот так, результат у тебя такой же. Знаете, я беседовал с одним преподавателем музыки. И он мне сказал потрясающий термин. Мне так понравилось вообще. Говорит, качество исполнения зависит от попа-часов. Говорит, не понял? Говорит, попа-часы. Сколько ты попа-часов провел за инструментом, настолько хорошо ты не играешь. У меня друг художник был. Он показывает мне свои картины, когда он еще учился, студентом был. Он говорит, я ему говорю, вот это лучше, чем это. Говорит, правильно, это второй курс, а это четвертый. То есть разница на лицо. Тебя учат, ты выполняешь упражнение, у тебя получается лучше. Ты ни черта не делаешь. Мне поэтому иногда бесит, когда человек говорит, а я там любитель, я дилетант, я еще там как-нибудь. Ну нет, не вопрос. Я не против того, чтобы быть дилетантом, если это твое хобби. Но если ты этим работаешь и зарабатываешь, ты уже не можешь позволить себе быть дилетантом. Ты просто должен, вынужден повышать свой уровень мастерства. Или хотя бы поддерживать, чтобы не опускался ниже куда-то. Ну, это, конечно, это правда. Это все у нас в головах. Как мы, в общем-то, захотим, то мы и сделаем. Конечно, существуют, в общем-то, люди с различной, скажем, скорость постижения учебного процесса у них разная. Приходит ко мне, приходит, вот такой шкаф. Говорит, меня зовут Саша. Я говорю, так, я водитель КамАЗа. Говорю, понял. Возьмете меня учиться? Я говорю, Саша, я обожаю учить водителей КамАЗа. И вот он приходит, у нас каждая лекция начинается с вопроса. Вот то, что я ему рассказал, он все законспектировал. Причем, настолько основательный человек был. У него диктофон, у него запасная батарейка к диктофону, запасная кассета к диктофону. У него три ручки, а вдруг паста кончится, а вдруг она сломается. У него блокнот, у него конспект, все как положено. Он приходит, говорит, вот вынослили на прошлом занятии, сказали вот такое слово. Я посмотрел в словаре. Это оно? Да, это оно. Ага. Еще у меня вот такой вопрос. Вот вы сказали, вот я правильно это понял? Да, правильно. Все, хорошо, идемте с вами дальше. И все, человек пришел. Так я вам расскажу магию, которую он сделал. Он пришел учиться магии. Значит, раскладываем карты, а он водитель, ну, я уже сказал, это давнобойщик. И там выпадают плохие карты у него. Плохие карты выпадают. Я говорю, Саша, ну, вот как раз повод потренироваться, избежать беды. Это хорошо. Он делает, говорит, какой-то там разрабатывает ритуал, для того, чтобы он нормальненько все проехал, доехал. Что случается на трассе? Две машины, два вот этих больших груза. Водитель, который ехал ему навстречу, заснул. Он выезжает навстречу. Вы представляете себе, 80-90 километров и два Камазика встречаются, чтобы это было. Так вот, Саша говорит, я оцепенел, я ничего не могу сделать, я просто оцепенел. И в последний момент тот водитель в сонном состоянии делает наклон, поворот руля. Он сбивает зеркало Александру. И все. А в картах было, что это будет минимальная потеря. Ну, одно дело зеркало сбить, хрен с ним, с этим зеркалом. А второе дело, лобовое столкновение на полной скорости. Вот, пожалуйста. Человек поставил себе задачу, а он так и сказал, что моя задача, я хочу научиться магии, чтобы обеспечить себе безопасность здоровья. И он это сумел сделать. Не вопрос. Вопрос только, хочешь ты или нет, работаешь ты или не работаешь. Нет больше в ней ничего. Логично. Но это уже был не Таро Старт, это уже было, так сказать. Да, да, это был не Таро Старт, это был Кроссмагия. Но тем не менее. Понятно. Рита, ты хотела задать магический вопрос. Да, Сергей, вот он не помнил, но я его озвучил. Риты не было тогда. Рита, ну вот, давай, задай вопрос. Магический? Нет, на самом деле это вопрос совершенно не магический. Вы нам настолько хорошо ответили в прошлый раз по поводу нашего тут... Это не он, это Таро. Да, 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 да. Это карты ответили. Я вам скажу, я не буду, что это все. Да, 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 я понимаю. Я задавала вопрос про... Это было три месяца назад. У нас тут была ярмарка, да, вот холистическая. Да, и все настолько вот верно, прямо по... Вот до того, что я вам сейчас быстро-быстро расскажу. За день до этого приехала одна из женщин, которая должна была участвовать. Причем она припутала дни. И мне звонок за пять минут как бы до якобы начала, которое должно было быть в следующий день. Я находилась на улице, и она говорит, я... Она в таком ужасе была, я застряла у вас в лифте, и я не знаю, вообще не знала, что мне делать. У меня сейчас такое состояние, я вообще завтра не приду. В общем, она действительно... Когда она узнала о том, что это не сегодня, а завтра. Да, да, да. Она действительно застряла в лифте, вплоть до того, что она вызывала пожарную охрану, ее освободили, и лифт, ну, в общем, исправили, и он через час уже работал, но она, правда, через некоторое время там к вечеру позвонила и сказала, все-таки успокоилась, что она придет, и все нормально. Но когда она пришла и познакомилась с людьми, и тут у нее были клиенты, она делала то, что называется хендрайт, по письму, по нашему... По почерку. По почерку, да. Она говорила характер человека. Такая очень милая бабушка была, симпатичная. Графология. Да, 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 да. Вот она, она, ей все очень понравилось, и все было очень хорошо. Но действительно, так же, как вы сказали, людей было нормально, не так много, как нам бы хотелось. В общем, все абсолютно четко. И вы сказали, что что-то помешает. То есть, это был такой момент, тоже как бы оно помешало, но спасибо Богу, что это произошло за день до этого. Вот, в связи с этим у меня вопрос. Значит, вот такое же мероприятие хотелось бы провести в августе, в последнюю неделю августа. Значит, в предпоследнюю неделю мы участвуем сами в таком выездном, выездной такой ярмарке большой, тут Чикаго у нас проходит. А вот в последнюю неделю, последнее воскресенье августа есть намерение опять же провести здесь. Вот, стоит ли? Будет ли все хорошо? Будет ли все хорошо? И стоит ли начинать? Карты отличные. Карты отличные. А может быть не в августе, а в сентябре? Ну, просто это можно и в сентябре, начальные, в первые только недели, потому что, когда уже начинается учебный год, наверное. То есть, вопрос, или это последняя неделя августа, или первая, там, воскресенье, сентября. В сентябре лучше. Лучше. У меня, походу, ты мне навела на мысль, вот эта боезная сессия имеется в виду, вот это body-mind spirit. Да, да, да. У нас к нам обратилась на центр одна американка, она, ну, астролог, она, в общем, занимается очень многими там вещами, неважно, специалист. Короче, она попросила разделить с ней вот это место, которое мы, так сказать, забронировали себе в этой большой ярмарке, там, туда приезжают люди из разных городов, штатов, в общем, серьезное событие, два раза, или раз в году оно проходит в этом месте. И вот она попросила разделить, ну, во-первых, это достаточно дорого стоит, это где-то тысяча долларов, там, около этого участия стоит. Вот, с одной стороны мы делим, с другой стороны, соответственным образом половина уходит, так сказать, внимание уходит ей. Есть ли смысл ее брать, так сказать, вдоль? А у вас темы пересекаются? Да. Да. Она у нас, на нашей территории проводит свои мероприятия, мы ее принимаем, и довольно много людей к ней приходят, она сама учитель, и... Ну, мы... мы просто работаем как бы вместе, она, да, она проводит у нас классы. Ну, вы теряете бабки просто, и все. Нет, ну, скорее наоборот, потому что мы делим расходы с ней. Вы получаете меньше, чем могли бы получить. Если бы мы были бы сами, несмотря на то, что мы платим за это место, и сами должны все это делать. Технически мне непонятно, правда, почему. И там есть такой момент, что там примешивается эмоциональный фактор. Неприятно. У меня это ощущение у самой есть. Да? Да. То есть, мало того, что вы не получаете столько, сколько вы можете получить, там возникает какой-то неприятный эмоциональный момент. Это может быть не то, что вы с ней поругались, она поругалась с каким-нибудь клиентом, но вы оказываетесь косвенно в этом замешанным. Ну, вот как пример просто. То есть, кому-то сервис, допустим, ее не понравился. А вы рядом стоите. А поскольку мы вместе, естественно, косвенно получается на нас все это. Ну, логично, логично. Ну, интересно. Интересно. Спасибо. То есть, в принципе, сентябрь тогда получается лучше. Это интересно. Ну, хорошо. Проверим. На сей раз вообще никаких препятствий нет. Вот Сергей нам сказал о том, что... У вас нет возможности проверить. Если бы вы могли сделать с ло, сейв ло, то есть записаться, а потом сперва провести в августе, записаться, а потом не проводить в августе, переиграть, провести в сентябре и сравнить. так у вас... Не, я не имею в виду август-сентябрём сравнить, я имею в виду сравнить с тем, как было раньше, когда вы сказали о том, что там есть что-то такое, какие-то моменты. всё хорошо, никаких проблем, никаких напряжений. Единственное, что может быть в сентябре это будет чуть лучше, чем в конце августа. Здорово. Отлично. Сергей, мы с Ритой благодарим вас. Как всегда, очень позитивно, очень интересно и мобильно, я бы сказал, ну, а нашим радиослушателям я могу только лишь порекомендовать. Ситуация бывает разная у всех. И нельзя отбрасывать того, чего мы не знаем. И вместо того, чтобы искать где-то как-то, как-то чего-то, давайте сами учиться. Лучше научиться самому. Полтора месяца, и вы будете гадать. Вот я, когда на второй старт ко мне человек приходит, я ему говорю, полтора месяца ты будешь гадать. Некоторые говорят, я вам верю. Некоторые говорят, это невозможно за полтора месяца научиться. Это возможно. Вот Михаил, живой пример. Да, ну, я хочу сказать, что, опять же, до какой степени, опять же, какую цель ставить перед собой человек. Если он ставит перед собой цель стать практическим, допустим, торологом и давать консультации, значит, ему надо проходить дальше. Если он хочет какие-то простенькие ситуации, допустим, рассматривать, ну, почему бы и не нет, в конце концов, это действительно очень интересно и это помогает. Это точно то же самое, как астрологию, допустим, но надо знать, потому что, ну, вот надо, ну, вот эта карта такая, как бы, минного поля, и мы рискуем, не зная этой карты, мы можем, так сказать, себя повредить, поэтому логично. Спасибо, Сергей, большое. Дорогие друзья, еще раз я повторю наши координаты, это тройное W.SungateRadio.com, SungateRadio.com, это наш скайп, ответим на все вопросы, ну, а сейчас, Сергей, вам спокойной ночи, и до новой встречи в среду в это же время. Всего доброго, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин